Время не ограничено. В 21.30 мы закончим, как положено. Но у нас еще будут последующие занятия, и мы будем продолжать наши знакомства с вами. Сразу хочу спросить, мы с вами на вы или на ты? На ты. Отлично. Тогда я Ольга, мне нормально на ты. Я глубинный соматический терапевт в биосинтезе, если слов много, звучит как-то тяжеловесно, но это действительно так. Есть такой метод биосинтез. И я ассистент уже международной программы. Это обучающий метод, он валидизирован в Европе, в Южной Америке. Бодинамики в Португалии точно помню. Ну, в общем, филиалов по миру достаточно много. Но я также и специалист в области бодинамики, я тоже училась в международной программе. Пока бодинамика, как бодинамика, как название такое, существовало в России. Поскольку сейчас бодинамики у нас нету в связи с политическими событиями, не минуло опять бодинамистов. И сейчас один из основателей метода Эрики Армаса приезжал, ну и до сих пор приезжает в Россию, но называется он как работа с мышцами, с Эриком Армасом. Хотя он один из основателей метода, бывший муж Лизбет-Марчер. Я знакома с Лизбет, училась у Эрика. И я специалист еще этого подхода в области шоков и травм. Вот, я сразу скажу, что я сейчас разрабатываю высший фонд, который раньше занимался и сейчас занимается, адаптацией детей, взрослых, потерявших какой-то орган, конечность, вот, для адаптации к нормальной жизни. И так как сейчас у нас очень много ребят приходит, которых нужно адаптировать в жизни, они попросили написать программу. Потом по этой программе мы будем обучать психологов, и там будет финансирование, гранты. Это называется арт-поселение. Мы будем туда привозить, и они будут 2-3 месяца в жизни адаптироваться. Поэтому, кому интересно, запишите мой контакт. К концу года, я надеюсь, этот проект пойдет в жизни. Это поселение, эти поселения будут в Ростовской области, еще где-то директор фонда называла, честно, я забыла. Но таких по России будет 10-12 поселений, где будут проходить адаптацию эти ребята. Вот. Ну, это так. Значит, я еще, помимо телесной терапии, я занималась психотрамой достаточно долго и серьезно. Вот. Я клинический психолог. Ну, пожалуй, достаточно. То есть опыт у меня достаточно большой. Почему я выбрала телесную терапию? У вас были семинары по телесной терапии? Здесь нет. Ну, а вам основу уже дадут. Правда, на лиге я должна была. Ну, если какие-то термины будут непонятны, я буду касаться их, попытаюсь как-то расшифровать, сделать понятными. Ну, с другой стороны, вы, когда столкнетесь с ними, будет уже узнавание. Вот. Теперь, если вам достаточно... А! Что еще важно? Первое образование – я физик. Не физкультурник, а физик. Вот. Закончила наш ЮФУ. Вот. Так что я в физике разбираюсь. И мне интересен сейчас момент, когда все говорят, к вам давая психология, я вот как физик, я понимаю, что это такое, пытаюсь позабраться. Но очень хочется. Вот. Ну, еще я преподаватель Московского института психотерапии и клинической психологии. Вот. И теперь я попрошу, если у вас нет вопросов ко мне, если есть, задавайте. Если нет, кто хочет, быстренько называйтесь. Оксана. Виктор. Наталья. Мария. Марин. Наталья. Наталья. Яталья. Подождите. Евгения. Наталья. Ага. Татьяна. Юль. Алена. Александр. Анастасия. Светлана. Ага. Оксана. Валентина. Александр. Ох. Александр. Маргарита. Привет. Наталья. Яна. Яна. Оксана. И Александра. И Александра. Александра. Распространенное имя. И Александра. Хорошо. Ну, такое близ знакомства закончили. И все-таки пойдем по динамике. Мне всегда нравится представлять личность того человека, который стоял у истоков метода. Потому что личность, ну, она всегда, каким-то образом влияет на сам метод. Ну, это как представление, проявление человека в методе. Вот. И Лисбетт родилась в 1940 году. Родилась она в Дании. И, сами понимаете, оккупация. Вовсе небезопасное время для ребенка. И она помнит каким-то шестым чувством или погружаясь как-то в себя, что были, приходили к родителям какие-то люди. Они там что-то совещали, стойно уходили. И, говорит, мне описать словами тот страх и ужас, который я испытывала. И у детей есть механизм диссоциации. Она диссоциировала. Во снах она сопровождала своих родителей, смотрела, чтобы было безопасно, провожала людей через лес. Ну, вот такая вот предыстория этого процесса. В 1943 году ее вместе с сестрой родители отдали, я не знаю почему, но надо было чем-то детей занимать. А в Дании я все-таки предполагаю, что не было таких процессов военных, как у нас. Их отдали на акробатику. И Лисбетт очень нравилась. Сначала в интересе с сестрой играть, но потом она поняла, что фокусировка на своем теле, управление телом приносит ей удовольствие. Ну и в общем-то, что шоковый момент, когда она диссоциировалась, испытывала ужас, принес потом в работу шоковая травма много чего, что Лисбетт в детстве получила опыт, она по запаху и по мимическим мышцам, и по состоянию тела научилась считывать страх. Страх и опасность. Как впрочем, потом она научилась владеть собственным телом, фокусироваться на тело и получать от этого удовольствие и быть в целостности и безопасности. И вот этот опыт она внесла в свой метод. С раннего детства приручала и лечила животных, изучала их поведение. Ей было чрезвычайно интересно считывать их намерения. Позже, конечно, пришли уже и книги Павлов, и Лоренц. Лисбетт понимала, что собака охраняет безопасность места, и она знакомится с работами Фрейда в раннем возрасте. Ей было непонятно, почему так вторгаются в какой-то теории, не основанной на поведенческих каких-то, на телесных паттернах. Причем она у животных этого не находила подтверждения. И она стала дискутировать и с родителями, и с коллегами. И очень большое влияние отец оказал на нее, потому что он очень поддерживал те ее паттерны, учил ее доверять телу. И так как они жили в небольшом городке, там лес был, куда выходить было опасно, и эту опасность опять-таки надо было различать, то без доверия к телу своим паттернам, распознавание опасно-неопасно, там было сложно выжить. Значит, первое ее образование – школа релаксации. Дальше, она много работала с гипотонированной мускулатурой. Все понимаете, что такое гипо- и гиперотклик. Вот до Лизбет, ну и сейчас в многих телесных практиках, и врачи называют гипертонус и гипотонус. Но у Лизбет, когда она стала, она протестировала очень много тела. И когда она стала тестировать, у нее получилась такая вещь, что она исследовала отклик. То есть, если мышца, ее растянуть и потом отпустить, она исследовала именно отклик. Если мышца за то же время приходила в состояние готовности, ну, до того, в исходное состояние, то это был гипернормальный отклик. Если мышца была напряжена, ее трудно было растянуть, и ее время прихода в исходное состояние было меньше, то это гиперотклик. А вот если мышцу растягивали, в ней как бы не было энергии, она провисала, то эта мышца приходила в состояние, в то, которое была, за более длительное время. И тогда она стала говорить, что три отклика. Гипоотклик, нормаотклик и гиперотклик. И вот это она преднесла, потому что раньше использовались, и у Райха в терапии использовался только гипертонус. Ну, я думаю, возвращаемся. Райх ученик Фрейда. И он впервые обнаружил, что человек, который лежит на кушетке, дает какой-то телесный отклик на те или иные интервенции, которые производит терапевт. И он стал это исследовать. И далее вам расскажут, надеюсь, что у Райха модель его терапии. Я просто вот прям на бросочке. Вот здесь ядро. Это, ну, есть такое понятие, что у всех у нас есть незамутненное воспитанием, культурой то количество энергии, те импульсы, к которым мы имеем доступ. Так вот, доступ к этой энергии, к этому ядру личности, в дальнейшем проходят некие трансформации, травмированность. И это называется слой боли. Вот. Ну, и самый внешний слой, это то, как мы себя презентуем, предъявляем. Так вот, Райх говорил, что у нас 7 слоев. Глазной блок, челюстной блок, горловой, грудной, диафрагмальный, тазовый блок. Значит, и снимать мы их будем перенапряжением мышц. Ну, то есть мышечный панцирь, панцирь такой образуется. Лизбет заметила, что не всегда, работая с людьми, со взрослыми, мы получаем гипертонированные мышцы. То есть очень много работы было как раз и откликов на работу с мышцами, которые не подходили под это описание. И когда она стала изучать гипоотклик, как она его назвала. Вот. Значит. Что еще? Она убеждалась, что бывают случаи, когда именно напряжение сохраняет человека целостно. То есть оно не разрешает его, а сохраняет. Вот. И так как она исследовала и ПТСР, шоковую травму, посттравматическое стрессовое расстройство, то заметила, что вот это напряжение в некоторых случаях помогает человеку справиться с шоковой травмой. Вот. Ну и в телесной терапии, во всей телесной терапии, принято уважительно относиться к защитам. А мышечный панцирь, Юрайка, это тоже система взаимодействия нас с окружающим миром. Вот. Таким образом, мы защиты, и хотя мы их видим, но мы сначала даем человеку новый паттерн, обучаем чему-то новому, чтобы он мог отказаться. И в телесной терапии, особенно в биосинтезе, но начала это Лизбет, она была знакома с основателем биосинтеза Дэвидом Баладеллой. Она начала говорить о том, что если защита выстроена, значит, она принесла что-то хорошее, человек выжил. А значит, это здорово. И как кнопка All-Inclusive, этот способ взаимодействия с миром и выживанием у него уже действует. И пришла возможность при наличии ресурса включить другую кнопку, чему-то новому научиться. Ну и работа с шоковой травмой, я потихонечку буду вводить вас в эти понятия, тоже подразумевает сбор ресурсов в первую очередь. Ну и в телесной терапии, как и в других видах терапии, сначала мы работаем с ресурсами человека, чтобы у него была возможность пойти в какие-то изменения. И, конечно, была обнаружена связь мышц с различными участками мозга. И, конечно, все произвольные движения, рефлекторные, они связаны со складом мозга. Вот. И тогда становится понятно, почему у Лизбет в исследованиях появилась градация на 7 структур характера. Это относится к разным возрастам. Но даже эти структуры... Я пришлю, если вам надо, я пришлю эту презентацию. Она очень короткая. Ну, чтобы было. Но называются они по-человечески. Значит, первая структура... Это структура существования. И длится она... Вы в бодинамике записывали? Это кто? В Багеревской. В Багеревской, да. Это всем структуре участия. Она уже в этот домик рисовала. Правильно? Ну, еще раз повторюсь. Подчеркиваю, что это в бодинамике. Всем друг другу существует. И 11, и до функции. Вот это мы знаем. Вот это мы не знаем. Вот почему эти структуры... Она давала вам... Почему образовались эти структуры? Или просто она их перечисла? Лучше расскажите. Давайте я буду с точки зрения... Так вот, первая структура. Что еще мне нравится, что привнесла Лизбет в телесную терапию? Она привнесла вот эту связь, что нам очень важно быть в связи с дорогими для нас людьми. Но здесь есть одно маленькое но. Ради этой связи мы готовы пожертвовать. Ребенок готов пожертвовать всем. Так вот, Лизбет привнесла важность, достоинство, когда мы в связи с дорогими и близкими, но с мамой, с папой, чувство достоинства. И это анализы для функций. Запомните пока 7 структур характера, 11 для функций. Еще раз повторю, что структура характера первая от первого триместра беременности, ну, я бы сказала, вообще от зачатия, до полутора месяца процесс ротов идет туда. Вторая, сейчас я их пока назову, потом мы пробежимся по каждой из них немножко. Вторая функция, вторая, значит так, и если есть гипоотклик, а там фасции на этом этапе, там не мышцы, там фасции участвуют. Так вот, если структура гипотонированная, гипоотклик, то это ранняя ментальная структура. Вторая структура, там где есть уже чуть-чуть наполнение энергией, сейчас скажу, что такое понятие энергия в динамике, то это гипоотклик мышц или фасции, и эта структура называется структура существования позднее эмоциональное. Это вторая? Нет, это не вторая. Это первая структура. Все структуры делятся на раннюю и позднюю. Первая структура, структура существования. вот посмотрите, какие мышцы в этот период активизируются. Моторное развитие ребенка. Мышцы это прям участки. Вот здесь очень маленькая мышца. вот здесь. Но скорее всего это фасции, которые участвуют вот здесь. Когда ребенок начинает держать головку, поднимать, вот эта мышца начинает участвовать. то есть если нарушение, то забоить на чем-то. Если ребенок идет массажка для технику. да, но запомните, что если это не органика, а если это какая-то травма рождения или что, то психомоторной коррекции, если вы увидели это, то можно пока еще скорректировать. Если нет нарушения в мозговых оболочках, если нет нарушения органики в мозге. Ну и вообще надо понимать, что задержки созревания лобных долей, которые отвечают за стратегическое мышление, оно тоже может у всех идти не одинаково. У кого-то раньше, у кого-то позже. Поэтому считается, что психомоторной коррекцией можно скорректировать некий травматический опыт в родах, скорректировать. Надо понимать, что если есть НОВС или что-то, в первую очередь надо работать с системой. Корректировать ребенка до 12 лет можно корректировать. Не заниматься психотерапией, а корректировать. при том, что система адекватна будет относиться и менять свои паттерны в отношении ребенка. Понятно? Вторая структура. Названия очень простые. Они прям показывают те потребности, которые существуют у ребенка в этом возрасте. И первая потребность какая, если про существование? Еда. Внимание, контакт. А это все что дает? Безопасность. То есть структура существования там много о безопасности. И тогда получается, что ментальные трудно получить доступ к небу, потому что они все время в страхе за свою жизнь. А эмоциональные уже родились и опыт контакта есть, и они боятся потерять контакт, они не могут пройти в страх. Вот. Ну, я почему попросила еще сделать одно занятие для вас 16 февраля, когда мы пройдем биосинтез. я вам прямо буду показывать инструменты для работы динамики и биосинтеза для работы с детско-родительскими отношениями, парных отношений. То, что вы выберете, работа по запросу. Будем разбирать ваши запросы. Вот. Вторая структура называется потребности. сама себя говорит в этом возрасте в чем потребность ребенка. Комфортно. В еде вы правильно сказали, а что еще взрослым обеспечивает? Незапасно. 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 Да. Что еще? Что заботу. Заботу. Внимание. А что дает забота и внимание ребенка? связь между изучением игроков. Контакт тоже более поздно. Дает контакт. А что дает контакт? Когда мама в контакте с ребенком эмоции. Спокойствие. Подождите, эмоции там еще ребенок познает и узнает собственные биоритмы. Хочет ли он спать? Хочет ли он есть? Хочет ли он не сойдет? Хочет ли он какать? Мама научает или мама может поломать все напрочь. Вот сказали в 9 часов укладывать он сопротивляется всеми четырьмя конечностями а мама его укладывает или он не хочет кушать уже отворачивается уже все а мама давай положено структура потребности когда мама включенная в ребенка матрицу еще можно по-другому знаете у ребенка тоже есть матрица если Лена вела то она может быть вам давала уже и говорила что вот здесь ребенок вот здесь мама включенная и ей может быть свободно когда папа защищает внешние границы когда маме тревожно ребенок никогда не узнает проход к папе она же для него весниц потребностях есть раннее и есть поздняя структура вот пока я только называю для особенностей еще ничего не говорю а слой будет на мышце какую потребность я делала или нет вот она существование вот она потребности так вот она потребности вы видите уже более позвоночник включается вот эта вот трубка включается вот эти зубчатые мышцы дыхания грудная клетка ребенок начинает активно дышать вот эта мышца отведения ручек он включается вот эта мышца когда он переворачивается и начинает пытаться толкаться ну и эти мышцы почему говорят что ребенку надо созреть для вертикализации то есть мышцам надо так напитаться так наработаться чтобы ребенок сам поймал свой баланс никакие ходорики ничего не дают я это наблюдаю по собственной внучке у меня дочка тоже психотерапевт и работает в биосинтезе и она слава богу ума хватило и моя внучка она год еще пользовалась она не ходила она шапел и садилась причем она садилась вот так она ни за что не держалась она садилась и сидела как ей надо она не собиралась ходить но как только она стала готова приобрела свой баланс она стала готова к электрализации мышцы согрели мышцы наработались получили опыт вот это структура потребностей ранее это мнительное еще ранее структуру очень сложная когда ребенок не напитан мнительное это позднее когда ребенок ненапитан называют оральное прорву можно еще мотир а мнительное это позднее да это позднее ранее в чем это очень важный период и как правило клиенты приходящие их можно узнать о это не вставляла презентацию отчаяние она называется он отчаялся он сдался что его потребность будет удовлетворена он тянет ручки к маме по каким-то причинам мама не берет и тогда вот эти мышцы которые там обозначены они не развиваются и часто таких людей можно узнать по таким фразам я ничего не могу в жизни получить или мне просто править ничего не дается он не верит что может свою жизнь что-то взять у меня вот тут дыра я не могу ее наполнить потому что он не знает своих биоритмов и он не знает когда он наполнен прям физиологически он не знает когда он наелся когда ему достаточно и поэтому вот здесь мышцы вот эти зумчатые они не срабатывают они все время для них характерно вот такое поверхностное дыхание поздняя структура когда ребенок уже попробовал что такое когда на него реагируют и что-то ему дадут но сейчас вот наблюдать я говорю об этой структуре какой у нас поле все затихли какая-то тяжесть это тоже говорит о том что какой-то резонанс с этой структурой у вас сейчас пошел ваших тел так вот можете покупать себя уйти из этого состояния пойти про границы это когда когда мне что-то дали но не то не угадали она называется сейчас до недоверия чего-то дали но опять нету не угадали и такой человек вот с такими глазами а ребенок же у него контактный канал во многом сначала это глаза у него глазки вот такие вот все время с прищуром и тогда они говорят я не знаю что я хочу я не хочу очень предложи предложишь что же приносит удовольствие прежде всего правильно чтобы напитать вот эту зону часто из первых двух из первых трех структур и это хорошая почва для зависимости и созависимости когда ребенок не центрирован не заземлён когда человек не центрирован не заземлён а это это функция которых я буду говорить то это хорошая почва быть зависимым от чужих эмоций чужих потребностей не распознавать свои чувства сливаться с другим человеком не быть отдельно и вот как раз первые три вот эти телесные структуры когда еще нет напитанности это вот прям почва для вот таких драматических ситуаций 3 структура называется она автономии я говорю быстро на самом деле не так у вас много времени а я хочу ну как бы дать в общем понимание лизбет работала и протестировала очень много тел и у меня всегда был вопрос и она потом пошла изучать развитие как каждая мышца связано в каком возрасте связано с каким-то ну как я уже сказала эгофункции или с какой-то потребностью и как только она обращала внимание клиента на какую-то мышцу клиент вдруг начинал рассказывать о том что у него просто происходило в определенном возрасте это еще раз говорит о том что когда мы воспроизводим мышечный паттерн у нас воспроизводится модель образ и возраст откуда пришло такая поведенческая модель третья структура она называется структура автономии успеваете или еще просто потом по каждой структуре мы пройдем телами может быть попробуем каждую структуру как она на вас отзывается хотите потому что по динамику которого изучают четыре года вот и эта структура восьми месяцев до двух с половиной лет и что характерно что для ребенка важно в этом возрасте чтобы интерес правильно ребенок начинает к чему-то тянулся ребенок начинает что-то исследовать поэтому для этого возраста характерна потребность удовлетворить интерес следовательно дотянуться и вот без того чтобы ставить на свои ноги и хотя бы поползти куда-то к своим интересам без этого невозможно и тут возможно две структуры снова опять-таки силу драматичного опыта первая структура называется невербальная ну потому что еще возраст ранее а а более позднее называется слышали детки которые заговорили говорит мамочка любимая мамочка хорошенько а я вот там была я там была нет а сам тянется чтобы что-то взять то есть он научился чтобы что-то получить он должен с темы на тему перескочить а невербальная это смена импульса а невербальная это смена импульса видели мем такой ходит ребенок бежит 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 вдруг что-то увидел и побежал обратно сейчас я покажу какие мышцы к сожалению ребенок 8 месяцев бегать так и менять направление не может его мышцы к этому не приспособлены сейчас я вам показать давайте вот Вот, к сожалению, это будет мелко. Здесь, вот эта мышца важная, снова камбаловидная. Вот эта мышца включается, вот эта мышца поворота бедра. Вот эти мышцы начинают активизироваться. Рука дотянуть, взять. Более активное дыхание, более активная вертикализация. Но здесь еще нет мышцы, поворачивающей в полной степени бедро. Она дальше сформируется. И здесь есть такие мышцы, которые позволяют у ребенка еще развернуты. Ножки, если вы наблюдали. И он толкается, как бы пронося ногу. Не поворачивая, не делая вот это движение, шаг вперед. А он, как пингвиненок, толкается. И вот так вот понесло его вперед, он побежал. Да, и этот, ну, как только он вертикализировал, и получается, что говорить он еще не может, ротироваться он тоже не может. Он может вестись напропалую. Он пробегает свой импульс, но там что-то страшное или там не дали, а там позвали. Он добежал, плюхнулся, развернулся, пробежал в свою сторону. Для таких людей характерно, для ранней структуры, смена импульса прям телесная. Свинтить из контакта. Был-был в контакте что-то, то, что говорится, ему не по себе быть в этом контакте, выдерживать сильное чувство, у него еще эти мышцы не развиты, и он свинтил из контакта. Он бежал и спрятался. Это ранняя структура. Ну, а позднее я уже вам показала. Он начинает переводить, мама что-то говорит, ему говорит, ой, мамочка, я так хочу вот это или то. Ой, а там кошечка побежала. То есть мышцы, которые фокусируют, ему еще недоступны управлениями. Поэтому он быстренько-быстренько меняет темы, не фокусируясь ни на чем. То есть он фокусирует внимание, получается. Нет, он не фокусирует. Но переводит внимание. Он, вот импульс есть, и он следует за импульсом и его проговаривает. Вопрос. А, мне заявлено. А вот, я немножко не понимаю, ранняя и кей-дне. У меня, что значит ранняя, у меня слова. Когда рано формируется автономная система. Еще раз, смотрите, ранняя сфортура. Когда у ребенка вообще нет опыта, что на него обращают внимание. Ну вот, его забросили. Обычно это вот дисфункциональная семейная система. Дисфункциональная семейная система. И тогда, и тогда он не научается. Он как-то научается. Но он не наполняется, его мышцы не наполняются энергией и приходят в тонус. Ну вот я... Отклонение, это и та структура получается, да? Как отклонение, это не норма. Это отклонение от условной нормы. Конечно, у Лизбет еще была градация от одного до четырех. И самое тяжелое отклонение, это там плюс или минус четыре. Вот, но найдите мне человека, который бы вообще вырос в идеальных условиях, которого мы слушали. Даже сейчас где-то центрированные, где-то ориентированные семьи так на ребенка навешивают кучу ожиданий, что он просто под ними выжить не может. Но уже более здоровые, более центрированные. Сейчас объясню, что это такое, детки, получаются. И тогда, тогда ранняя структура, когда мышца, растянув мышцу, она не возвращается в свое исходное положение за тот же срок, за который мы ее растягивали. Ей нужно больше времени. Либо она провисает. Видели вы вот таких вот вытянутых людей, не наполненных энергией. Вот это вот ранняя структура. Поздние структуры, когда ребенок уже попробовал, что это такое, удовлетворить свою потребность. И уже возникло напряжение, что ему это не дают. И тогда мышца приходит вот в такой вот коллапс или в тонус. И при растяжении такой мышцы, она не возвращается, вернее возвращается обратно. За время очень короткое. Вот это напряжение. Но, еще раз говорю, 4 года учебы, атлас, тестирование мышц, мы сейчас не берем. Мы в общем смотрим. Потому что даже такой взгляд на человека, ну если я поставлю, кто захочет два тела, вы увидите, насколько разными мы можем быть. И это не значит, что один хорош, другой плох. Нет, однозначно. В каждой структуре есть свои сильные стороны, в каждой структуре есть свои слабые стороны. Я уже говорила, что какой-то защита это способ взаимодействия с миром. Поэтому, человек научился так, это здорово. Я много видела людей из ранних структур, прекрасные творческие люди, прекрасные, ну я не знаю, девчонки, мне сложно, когда вы о своем чем-то говорите, мне сложно с вами говорить параллельно. Я ж не против, задавайте вопросы, что-то обсуждайте, мы можем обсудить здесь что-то, что интересно, может это интересно будет. Ну просто, я не знаю, этот материал уже по второму кругу может быть. По второму кругу идет? Почему нет? Если вам интересно, вы зайдите тогда, ну с того момента, когда будет интересно, когда я начну про эгофункцию. Это же самое, только противо. Ну там по словам воспринималось. Нет, там по словам. Давайте продолжайте, пожалуйста. Хорошо, пошли дальше. Значит, понятно, что про раннее и позднее. Да, можно такой вопрос? То есть, грубо говоря, по человеку, а если у него были нарушения в разных структурах, вот в семи структурах были какие-то, да, компенсатурика какая-то шла. Грубо говоря, вот у взрослого человека может быть сразу из семи, да, то есть ты его такое описываешь, и он ко всем структурам. Ведущая всегда одна, но вы увидите какие-то паттерны. Мы же живем в этот возраст, мы же чему-то там научаемся, конечно. Конечно, мы увидим все эти семь структур, вот, но ведущая будет одна. Так, сразу вопрос. Можно? Да. Вы говорите, мы живем в этот возраст, то есть получается уже минует этот возраст, потом еще можно приобрести характерные черты той или иной структуры? Нет. Когда мы проживаем этот возраст, какая-то модель над нами берется, какая-то защита над нами берется, какой-то паттерн, мы чему-то научаемся. В более позднем возрасте мы можем это скорректировать. Но видно, вопрос задали, видно ли это будет из какой-то структуры? Да, будет видно. Если вы не знаете своих биоритмов, если вы не знаете свою потребность, чего я хочу, когда вы дойдете до следующей структуры, которая называется структура воли, отстаивание там всегда, я... Будет ли вам доступно, чего вы отстаиваете? Обязательно вы... Я еще не сказала, что... Но если вы из ранней структуры потребностей, то и воля у вас будет ранее. Ваши мышцы... Вашим мышцам сложно будет проявлять такую энергетическую наполненность. Хотя, может быть, в этом возрасте появляется какой-то человек, который дал вам внимание, чему-то научал, обучал, и вы там подтянулись. Но все равно паттерны будут... И с этим как бы да поэтому отсутствует? Типичное, характерное какое-то... Ну, я бы сказала, что сейчас более или менее это уже размывается. Поэтому в биосинтезе, который получил свое развитие и развивается сейчас чуть позже, там уже говорится о тенденциях характера. И поэтому я сказала, что если ребенком стали заниматься, его психомоторным развитием, то можно скорректировать. от взрослого спорректировать. Да? Тоже... Ну вот мы видим, да, у него есть вот... Сложнее, но можно. Я вот думаю, сейчас я... Я не хочу вас погружать в это состояние, но если у вас есть готовность, кто-то один... Я сейчас расскажу, а потом у вас слушайте, на что вы подписались. Выходите. Да, выходите. Чтобы продемонстрировать. Да, продемонстрировать. А? Чтобы понимать, что на что вы подписались, быть к себе бережной, аккуратной. Я вас попрошу, там, не болтайте. Потому что это... Ну, мы так думаем, но мы даже сидя в этом зале, наши тела начинают каким-то образом напрягаться. Просто мы не научены обращать на них внимание. Вот как маленькие дети просят... Подожди пока. Я попрошу попросить что-то у меня, что вот конфетку, яблочко, вот что очень хочется. Но сделать это так, как делает маленький ребенок. И так, чтобы я дала. Не как взрослого-то, ну что, дай, пожалуйста, что ли. Как маленький ребенок это делает. Я просто пытаюсь к нему, как маленький ребенок. Ну, не знаю. Ну, ладно, я попробую, чтобы показать. А я попытаюсь дать. И мы дальше попробуем посмотреть, что происходит. Так, прислушаем. Еще раз. Дай, пожалуйста, мне конфетку. Ты же лялечка. Ты лялечка. Когда ты лялечка? Маленькая, маленькая. А, я молчу? Нет, ты не молчишь. Ты же лялечка. Ты же лялечка. Попробуй присядь, может быть. Не нафиг. Не нафиг, подождите. Говорить как маленький ребенок. Я не срюкань. Нет, не могу. Вот представь себе, что ты малыш, которым внутри гордика. Я хочу. Ну, дай, пожалуйста, мне конфетку. Конфетку очень хочу. Вот ту конфету. Нет. Я вспомнила. Я вот куклу хочу. Так, не хочется эту куклу. Вот. Да, вот маминка. Вот она, да. И смотрите, можно я поговорю? Ну, во-первых, твои глаза. Ты смотришь на меня широко раскрытым и удивленным. А может быть, даже испуганным. Это мои фантазии. Так ли это? Ну, может быть, испуганная. Я просто реальную ситуацию вспомнила. Да. И вот смотрите, как ребенок просит. Дай, пожалуйста. А куда я тебе дам? Мышцы. И у меня будет полки где-то. Да. Ну, куда я должна положить? Как ребенка учат просить? У меня пурацкая. Да, да. Не умею я там делать, да. Дыши, пожалуйста. И видите дыхание? Вот эти мышцы, грудная клетка начинает сжиматься. И распространяется. Да? Не дали. Да. И сейчас я вижу свое состояние. Сейчас попробую. Так противноатрически скажет. Дай, пожалуйста. А я даже не знаю, как руки делать так. Конечно. Ну, вот сейчас попробую. Можно? Можно? Куда? Я спередирую. Вот так, вот так. Я слышу. Я сейчас думаю. Я даже думаю, как мне... Замечаешь? Я даже думаю. Да. Я не чувствую. Я не ощущаю. Мне надо подумать, что такое сделать, чтобы мышца... Мышца... Дай, пожалуйста, мне вот эту пуху... Да. Точно не говорю. У меня мурашки по коже, и вот тоже импульс по рукам, кстати, пошел. Да. И снова замочаете. И слезы у меня появились. Да, и слезы у меня появились. Да, и слезы у меня появились. Только не отшагивай назад. Нет, не выходишь сам назад. Не надо назад. Возьми это. Куда ты это берешь? Вот так. Бросай в мои руки взять то, что в них лежит. Вот так. А, вот так. И дыши. Очень. Вот так можно, да? Такой вдох. Ну да. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Прикольно. Новые ощущения. Спасибо. На эту тему не задумывала. Сейчас задумываю. Как сейчас твои руки чувствуют? Ну, мне сейчас опять мурашки. Немножко такая это, легкость в руках. Ну, в смысле, какое-то опустошение. Ну, что я после стресса, знаете, так опустила. И вот такая пустота. Ну, ты их чувствуешь? Они живые. Они живые, но какие-то мягкие мышцы, знаете, как после перенатряжения сигнала. И теперь, теперь, чтобы скорректировать, это достаточно пипец, какая стрессовая ситуация. Прости. Давай вот так вот ручки сделаем. Ты мою, я твою. Я буду поддерживать твою. Вот я сразу, извини, слышу, я могу поделиться? Да, конечно же. Мышца гипотонирована. Я это вижу визуально. Я просто думала, надо тренажер. Я вот на нее недавно смотрела, что у меня тут вот все висит. Вот. Никакими тренажерами это не корректируется. Вы горку закачаете, а внутри мышцы слабые. Это корректируется вот таким психологическим, ну, поглаживанием. И ты говори, я хочу, притягивая мою руку себя. Я хочу. Я хочу. Так. А ты, я ему так хочу. Слушайте, мне это невероятно. Я просто хожу в тренажерный зал, у меня все мышцы накачаны, а вот на Apple я смотрю, даже на фотографиях, у меня это не стоит. А чувствую, как я тебя люблю, достаточно? Взверни ладошку. Ну, не особо, не скажи, отойди. Только, сколько тебе необходимо. Я бы еще стояла. думаю, еще ребята, не ощущения. Думай себе. Все правильно. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 наполняя себя каким-то образом он научается это движение делать осознанно сейчас я отвечаю на вопрос то есть получается что грубо говоря если мы берем спортсменов то есть в принципе у ранней структуры в определенных видах спорта получается изначально заведомо шансы то есть они не с точки ноль начинаю программистов которые особо там сильно увлекаются спортом ну допустим мобилевская про меня сказала что я ранее структуры хотя хотя мой психолог не говорит что я пользу я нашел в вашем описании к примеру допустим описание ранней структуры себя паттерн какой-то да это может быть но у вас может быть ведущая структура воли но есть как было встали паттерн из структуры потребности недопитанная вот эта мышца и вот это но это не значит что ваша ведущая структура ранее существование мне на себе проще показать мы сейчас даем да да ну немножечко следующие структуры во сколько пройдем другие структуры чтобы я могла вам показать как одна более сильная структура прикрывает остальные вот и ведущий становится но это не значит что у меня нет нарушений там в ранних структурах есть но просто в этом возрасте ну прям занимался человек моя тетя которая меня вытащила ну как вы уже поняли после автономии интереса который хочет реализовать ребенок смены импульсов кстати люди из автономии как и очень любят учиться в разных функциях да меняют импульсы вот им интересно что-то новое да человек может бросить начать что-то новое но есть но опыт если адресоваться к тому опыту потому что это происходит уже более позднего власти и по каким-то причинам черт бросает этот опыт значит там есть какая-то составляющая которая не хочет возвращаться или он следует своему паттерну и этот паттерн вы же поймите вызывает у нас узнавание интереса то чему мы научились то чего мы знаем это и есть наша зона комфорта и нам с этим очень хорошо жить зона комфорта это не вовсе то что когда нас заботятся если мы научились в раннем детстве что нас не заботятся мы выживаем сами вот это наша зона комфорта наши мышцы привычны к этому мы знаем как с этим обращаться вовсе не только до нас я вам сейчас я покажу как она выглядит да кстати вот посмотрите это поздняя структура автономии такая харизматичная вербальная такая прям которая меняет импульс и разговором как государство а мы народ что-то откручивает отвинчивает гряда государства воля вот смотрите есть такое понятие ранняя структура воли называется приносящие себя в жертву выглядит она вот так нет это плечи когда вот тут вот холка очень много тут напряжение и плечи начинают заворачиваться здесь показано это с такой точки зрения что за энергетизировано напряжение здесь ощущается и вот эти перетяжки это с точки зрения где блокировка энергии идет расщепление между верхней частью и нижней в коленях сустава то есть надо удержать вот эту силу это знаете о чем это 24 года это когда ребенок начинает говорить я я сам колготки я сам ботинки я сам кушать я сам а мама и вот когда ребенок его не слыша его ломает он как бы не получает доступа собственной силе потому что наша сила где у нас три центра энергообразование телесный центр эмоциональный центр и ментальный центр и энергия живущая для того чтобы наше тело работало находится где потому что там мощная нервная мышечный узел там прям связь такая с ногами сейчас когда функция быстренько перейдем все структурами закончим вот и тут жизненная энергия но еще говорят что тут живет гнев страх и удовольствие энергия проходя от ног вниз аккумулируясь в тазу дальше поднимается потому что чувства или эмоции эмоции живет вот здесь вы знаете что эмоции есть у стайных животных у тех систем у которых есть лимбическая система и эмоции они краткие по времени и сильные по импульсам так вот страх что делает с нами и сильное напряжение сильное напряжение а удовольствие а удовольствие расслабление расслабление да и все сильные очень эмоции живут здесь и если здесь будет все перекрыто до доступа к силе удовольствие а чувства они более контекстные контактные контекстные продолжительные по времени и чувства они бывают в них несколько эмоций они имеют ну как мы говорим оттенки то есть энергия поднимаясь отсюда сюда становится более но можно сказать легкой здесь появляется сердечная краса взаимодействие взаимосвязь с другими пока здесь рефлексы инстинкты здесь уже контакты связь с другим то что говорила лисбек нам очень важно быть в контакте но важно делать это вот здесь прям есть вот такая точка которую мы называем достоинством если грудная клетка палая если вот здесь коллапс это значит ребенка научили жить не в контакте с собой со своим достоинством сейчас попробуйте вот эту точку развернуть вот какие у вас паттерны у нас сразу голова стала прямая макушечка вверх пошла так же если говорят отсюда то значит это как бы уверенная речь а если человек говорит отсюда а если человек говорит отсюда а может быть удовольствие но это контакт с силой с сердечностью и с умением образно выразить себя вот когда все три центра у нас соединены вот тогда мы говорим я а что вы здесь как бы говорите нарушает это соединение это очень важная мышца которая спасибо что сказали формируется диафрагмальный блок диафрагма попалообразный орган который участвует в дыхании крепится у кого часто спина болит диафрагма зажата вот в котором участвует вдох она как бы прижимает легкие дает выдох расправиться легким на полную мощность и тогда я спрошу а что что для вас вдох ну это как жизнь да дыхание дыхание жизнь да а вдох что это удовольствие расширение расслабление диафрагмы наполнение наполнение я что-то беру от мира я вдыхаю значит я что-то себя впускаю я беру сразу можно по вашему дыханию проведите такой тест что у вас длине вдох или выдох вдох замечательно значит вы берете больше чем отдаете а то что осталось куда это идет ну у кого-то вдох больше чем выдох но мы все говорим баланс я почему-то беру себя больше 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 я ем больше я беру больше почему потому что что потому что я не научился а балансу потому что я а вдруг не дадут и этот паттерн может быть обусловлен что мне надо больше вдохнуть еще больше еще больше потому что что потому что я научился что надо брать брать иначе иначе что-то произойдет а если вы вдохнули больше больше отдаешь ну тогда посмотрите на тело пусть это будет то это выда что с телом происходит перекос ну как и здесь перекос в общем-то наш позвоночный столб которая наша ось отвечает за балансы да перегруз искривление и где-то сжатие излишнее а где-то перерастяжение но потом наша ось голова смещается на раз грубит то есть удал то есть удав то есть удав в шее а если бывает такое ощущение что воздуха не хватает хочется отдохнуть привет привет я сейчас я немножко расскажу про эту структуру может вам все понятно в этом возрасте еще начинается формировать второй этап границ когда ребенок отдаляется от мамы подождите подождите про границы не пишите я отдельно как это в этом возрасте я уже вам показала формируются такие навыки я сам доступ к своей силе и все это обеспечивает наша диафрагма я сколько взял столько и отдаю я могу если этого не происходит то я могу брать больше на себя вот вы сказали про покатые плечи о чем еще могут говорить вот эти плечи не уверена он закрывает не закрыт прячется защищается от того что вокруг берет на себя своими мышцами он научился в семье что если он что-то делает и делает много его за это хвалят то есть он так научился получать свою знаете есть люди которые искренне хотят всем помочь искренне хотят на работе все сделать искренне хотят чтобы в семье было все хорошо и они берут различные обязанности ответственность потому что именно в этом возрасте если здесь мы у нас трицепс формируется да и я хочу то здесь вернее бицепс я хочу а трицепс отойди я хочу отойди вот здесь простраивание своего нет я не могу сказать нет я грузил на себя перекрылся и я что-то тяну вот так мышцы сейчас я вам покажу вот вот это вот мышца под лопаткой мышца вот здесь вот здесь именно в этом в этом моменте появляется что у ребенка становится вот эта походка как горилки но и здесь появляется ротация бедра за которое вот эта мышца отвечает вот это уже вот эти мышцы включаются он может ходить с пятки на носок вот так ну и вот этим моторным развитием определяются структуры паттерны структуры этой паттерны модели поведения для этой структуры характерно много сдерживаемой энергии он все время сдерживает себя ну нельзя же истерить ну нельзя же что-то проявлять это ранее это я вам показала вот эти покатые плечи как будто я несу хаму а еще вот такой вот подогнутый хвостик чтобы закрыть дыхание чтобы закрыть свою силу я все вынесу я все смогу на все решу я удержу что мне будет плохо если я покажу всю свою силу истерику буду топать но в этом есть как говорят вторичная выгода то есть а вторичная выгода в том что я научился что за это поведение меня по-другому я не умею я горжусь этим ну я не люблю когда говорят вторичная выгода я ну какой ребенок осознает в своих поведениях скажем так это бессознательное стремление бессознательный паттерн получить любовь у близких людей и что здесь закрывается поздняя структура воли она называется обсуждающий сейчас я вам покажу да но если этот приносящий все обжертву то тоже извините я такие качки наши 90 были такие ребятки которые не ну они 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 ну ну мы можем такую структуру увидеть но это не значит что человек из 90 или что-то решает это действительно человек уже получил контакт со своей силой вот но он еще не знает как ей ну то есть он не в норме либо держу либо сразу ну да не контролирует он не управляет потому что там где есть контроль нет доверия а здесь явно не может управлять мы контролируем вместо того чтобы доверить человеку который его воспитал вот здесь много сдерживаемой энергии силы сверхзаряженность но хорошая устойчивость и выносливость если вы по одну сторону баррикад этот человек вас защитит это совершенно точно но стоит вам перейти на другую сторону и сразу можно только можно вопрос по этому вот есть спортсмены закачиваются сильно это наверное все таки ну можно предположить например что именно это люди но если у них вот такая фигура вы же смотрите тут есть характерное это надо насматривать характерное движение характерное я просто знаю да человека я просто спросила но я знаю его характер может и смотрите у него все все равно есть расщепление пережатого диафрагма у него есть в локтях но посмотрите вот эту структуру про энергию что вы говорили и сейчас потребности я вам показывала и вот эту структуру разница в энергетизации тел видна да то есть ранние структуры они менее наполнены энергией ну возраст еще такой который не предполагает управление своим телом ну это к вопросу ранние поздние у нас у всех где-то могут быть мышцы гипотомированные а где-то вот и могут быть разные но еще раз говорю по бодинамике ведущая структура одна но паттерны могут быть из разных структур и у нас со структурой были все небольшой перерыв ну ну что у нас осталось что мы расскажем что это такое структура называется любви структура очень манка такая извиняюсь что из разных книжек никак не доделают презентацию любви и сексуальности это ранее структура романтическая ну еще говорят что это возраст предипального конфликта что что это вам напоминает песочные часики фарб но посмотрите где перетяжки где энергия блокируется вот это сексуальное распустение которое появляется у ребенка в этом возрасте оно не получает разрядки ну если еще и ребенка стреля то оно там и остается и то есть подавляется и тогда остаются одни чувства вот одни мечтания и одни вера в то что придет придет ну это это то что меня могут любить только чувствами без телесного осознаваем без телесного соприкосновения эти фигуры очень очаровательны согласилась девушка которая стоит ну я уже мало но все это так вот что-то помните как я хочу чтобы при поцелуе мышка на самом деле мышцы я хочу вам показать здесь очень много мышц они уже наполнены включаются вы видите все больше черненького вот вот это мышца которая перетягивает и делает фигуру похожа она спазмирована и делает фигуру как песочные часы вот она спазмирована визуально это красиво нам навязали этот стандарт красивый голливудские фильмы там все а в норме кстати как а в норме кстати как меняют без энергии правильно вот здесь спазм не ощущается черный здесь спазм не ощущается есть фигуры похожие на песочные часы но они все равно мы смотрим по наполненности мышц ну а мышцы это мы знаем паттерны движения речевые паттерны и паттерны поведения так ведь потому что у этой фигуры у нее в структуре есть такие ключевые выражения ну во первых глаза летущие во вторых как здесь кисти использованные кистей уже доступно ребенку ну и жизненные установки идентифицируется с любовью подавляет свою сексуальность то есть верит что только верхняя часть работает нижняя работать не должна и для получения любви такая структура флиртует ну то есть когда-то ребенок научился что флирт дает внимание ключевые выражения если ты на мне женишься я буду любить тебя вечно однажды ребен принц 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 если мы любим друг друга все хорошо все самообразуется нифига помогу очень хорошо да ну представьте ну специфическая особенность это неясные родительские роли в семье когда папа девочки не дает понятия что мама это для него лучшая женщина или когда мама мальчику не дает понять что даже как моя ощущение что похоже может быть вы будете себя в этом узнавать ну это амортизация что все будут любое главное ну соответственно если энергия сосредоточена здесь чему мы должны в терапии учить этих людей что тут связать с нижней частью получить доступ сюда что это не грязно что это доступно каким образом дыхание знаете есть дыхание живота различные движения таза на танцы в общем вот эту структуру следующая структура сейчас вам ее покажу она очень интересная поздняя соблазняющая почему-то там женщины нарисовали здесь здесь мужчина это соблазняющая уже это другая вы видите где наполнение этой структуры там и там вроде тоже таз он не поставил на таз это кстати сразу мужчина когда он пытается подать бильярд играет бильярд играет для мальчиков для мальчиков это вот такие искренне ухаживание за девочкой цветочек ей шоколадку ей это романтические встречи под луной поступки и вдруг она пошла за парнем извините или за мужчиной который дает еще и витутские удовольствие и у него трагедия но сердце забрали она меня предала похоже и девочка научается и становится функциональной женой папе папа не объяснил что мама лучшая женщина лучшая мама лучшая жена я с ней а ты вырастешь и у тебя лена вам об этом должна была говорить ролевых да да это эдипальный конфликт семье потому что родители четко должны обозначить свои роли по отношению к детям я сейчас больше хочу уйти в мышцы давай давай да вот потому что то что как это проявляется потом я надеюсь лена вам рассказала я еще про энергию про то где наполненность существует про то где не наполненность и вот когда мы будем с вами разбирать работа с запросом мы будем учиться смотреть что из частей наполнены или нет просто вот ко мне подходили девочки задавали вопрос как с этим можно работать включать мышцу вот как я включила вот там правильно да да а то получается у меня включили мышцу она сейчас начнет работать и надо еще от одного раза ничего но что-то замечаете что-то появится вот вот и спящие мышцы ну как активизировать легким прикосновением и вот таким вот с поддержкой и таким легким включением похлопыванием а перенапряженные мышцы то о чем я говорила поздние структуры чтобы мышца расслабилась что ей необходимо перенапрячься чтобы высвободить тот заряд который существует ну опять таки я вам говорю про терапевтический процесс в массаже вам мышцы расслабляют раз в неделю если вы туда ходите и что-то от этого паттерна меняется нет поэтому но я все время говорю что в каждой мышце есть психологическое содержание и высвободить его понять что там можно в контакте ну допустим вам удалось в контакте с близким человеком как-то поменять паттерн и через ментальную часть через образ через что-то взять и попросить у своего мужчины у своего папы я хочу и не считать что я не имею на это право да может поменяться но это надо заметить а если гиперактивность имущества находится ну грубо говоря там сильно напряжена да 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 то как бы как расслабить ее ей надо дать должное сопротивление чтобы она разрядилась ну расслабление идет по своему напряжению то есть еще больше вот прям можно вас я сейчас просто как вы говорите нет нет как я понял да хорошо я подхожу ближе как вы говорите нет если в мое пространство нет что смотрите что за наступают не все потолку ну паттерн такой девушку толкать нельзя я лучше сам а если девушка наглая и лезет и не понимает слова нет нет я вам предлагаю вот так вот поставить ладошку близко к себе ближе еще и вот сейчас я буду давать сопротивление а вы говорите нет а нет что происходит смотрите контакта у вас нет человек вообще где-то там но значит и что происходит вместо того чтобы сказать нет не такое сопротивление ну многовато для мышц он берет и всем телом начинает раскачиваться ну значит может нет 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 значит он нет он может он может он может но вот таким способом как это в жизни можно может проявиться я могу сказать нет мне так стыдно быть в контакте что я отвожу глаза просто сказать нет и смотреть мне сложно это был бессознательный паттерн я не знаю это могут мои фантазии могут мои фантазии вот потом вместо того чтобы сказать не раскачивать всем телом можно же нет сказать по-другому слушай ну ты сейчас так давишь на меня сильно что у меня даже трудно сказать нет ну ты знаешь что нет вербализовать будучи в контакте и я сейчас тебе александр предложу скажи мне какое сопротивление тебе ну по силам я дам чуть меньше сопротивления чтобы ты мог вот не тело а вот этой мышце поработать ближе ручку к себе и так сложно еще одна интервенция интерпретация тот кто близко неимоверно тяжело говорить а вот кто подальше я уже научился фантазии так сейчас еще раз то есть те кто близко ко мне кого я люблю родные и близкие мне им сложно мне приходится такое усилие прилагать а вот ну вот на таком расстоянии я уже готов ну это моя зона комфорта то есть вот кто вот кого я мало знаю я их вот вот сюда в это пространство не пущу на расстоянии выйти над руки а если вот хорошо знаешь так вот да добрый вечер добрый вечер как Людмила добрый вечер ну мышца то показывает близко далеко ну да ну вот так вот я понимаю вот так удобнее будет это говорит что вот тут дистанция вот тут сложно а вот на дистанции уже могу ну да я об этом ровно и говорю благодарю и сейчас скажи какое сопротивление тебе надо чуть чуть поближе чтобы ты от самого сердца и вот этой мышцей просто вот этой мышцей не всем телом говорил нет отойди нет отойди достаточно только дыши пожалуйста у тебя дыхание сразу замирай и опять и он скачет 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 да 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 давай и в глаза не смотрю нет ты имеешь право настроение благодарю вас как сейчас рука чувствует себя есть разница какая-то с этого да потому что импульс реализован эта тетка меня достала спасибо тебе большое спасибо 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 не это это как раз таки вот паттерны мышц почему-то считается что девочки и девочки их нельзя а еще более раннее содержание ну вы можете друг с другом попробовать когда у ребенка в возрасте когда мама хочет подтолкнуть у него бывают андивалентные чувства с одной стороны уже не хочу а с другой стороны иди сюда и вот это вот движение когда мы делаем отталкиваем отталкиваем и притягиваем может вызвать у нас бурю чувств непонимания и вообще нас разнесет вопрос вот поэтому мы сейчас проработали вот с Алисандром одного укуса нужно отдаются Роль также agem очень интересно как женщины как ночь с мужчиной это может быть совершенно по разному женщинами я могу говорить нет мужчине сказать нет женщине числа получается эстрłe при Ju rokov игры esta вами любошен попробуйте меня нет Нет, но как бы вы ни делали, у вас есть микродвижение, как бы вы ни старались, я уже даже Саша сказала, у него наученный паттерн, не смотри, и если он поставит подольше, он вообще отвернется, и уходит, будет работа. А вообще человек, когда вы глаза не смотрели, вообще даже приобщение, вроде нормально настроен, но вы глаза не смотрели. Ну, избегание? Может быть избегание, я же не знаю, я никогда вот четко прям так не говорю, вы видите, я всегда говорю, это мои фантазии, я что-то вижу, а потом проверяю человека, похоже это, не похоже. Я же не знаю, когда человек не смотрит что-то, то ли он устал, у него может быть резен в глазах, он целый день смотрел в компьютер, ему сложно уже, ну, всего. То ли он научился так быть в контакте, не смотри, не в глаза. Саша, ну хватит, не висуй. Я часто, ну, я очень часто смотрю в глаза, и да, это, скорее всего, вот именно вот то, что вы говорили, так и есть, потому что не смотреть, когда вот сказать нет. Может, не будет удобность своего запрета. Ну, вот, что-то да. А так, то есть, легко искать. С разными людьми по-разному, если есть паттерн, поэтому я всегда проверяю человека, как сейчас. Но, если Александр сказал, что мне кажется, что эта рука стала сильнее, значит, все-таки там что-то сидело, какой-то, какой-то заряд, какую-то мышцу, ну, что-то мы освободили, что потекла жизнь. Мышца наполнилась, получила разряд. Видите, но как это меняется, да, когда это прорабатывается? Да. Вариант, вариант, то есть, что просто эта мышца сейчас нагрузилась, и приток крови тогда вы не рассматриваете. Почему? Ну, это рассматривая, но он был в контакте, и эта мышца по-разному работала. Видите, если бы он просто меня отодвинул, а еще бы и сказал, слушай, ну, у меня что-то сопротивление, это, сильно, сделай потише. Нет, он же берет паттерн телом, брать, еще и раскачивается, еще и не смотрит. И вот на такие вещи мы обращаем внимание. Это характерно для какой структуры? Но он и вас, как бы... Ты что, меня хочешь анализировать? Он и вас, как бы, как это сказать, тестировал, да? То есть, насколько можно вас обтолкнуть? Ну, конечно, это характерно для структуры, но это похоже. Нет, ребёнок... Для поздней структуры. Почему-то и для ранней, но ранее бы... Ну, то есть, она этот паттерн все-таки бы не оттолкнула. Ну, потому что у ранней есть запрет на то, что говорить нет. Ведь её любят за то, что да, за то, что она делает, да и за то, что она не делает. Вы что-то хотели... Да, да, я просто сказала к тому, что вы говорите, что Саша раскачивал еще вас. Он тоже, как бы, вы женщина, он как бы... Ну, это моя гипотеза. Да, это ваша гипотеза. Вы пробуете, знаете, насколько можно с вами, как вас вот можно слегка, или можно еще сильнее вас... Как вы реагируете, что вы позволяете. Да, а поговорить... Значит, запрет на то, когда я говорю нет, спросить, отказывать, прояснить, побыть за себя. Так, я дальше не пойду. Там еще есть дальше структура, ребят. Структура мнений, структура работы в команде. Вот, это более поздний возраст. Но на них накладывает отпечаток, да, солидарности мнений. Вот, на них накладывает отпечаток ранние структуры. То есть, если ребенка в семье не слышали, то и какое мнение у него может быть? Если бы мнением не интересовали, соответственно, в коллективе он воспроизводит только уже в социуме. Можно вам рассказать, с какого возраста начинается более поздний возраст? В ранних. Это социализация. Ранние это детский сад, а там социализация, это школа. Это школа, это уже следующее. Да, это структура мнений, солидарности. Мнение об том, солидарности. Да. Ну, то есть, когда мы попадаем в группу, какое мнение? Можем ли мы предъявлять себя в группе? Либо мы это делаем так, чтобы нас услышали уж точно. Вот. И там, ну, уже нет таких больших мышц. Самые основные мышцы развиваются это сейчас. Вот. Можно, если структура более, у меня просто такое ощущение, что у меня как будто это прорвало. Вот это было всегда нет-нет, а потом, ну, в определенной там проявлением процессе, и вот появилась всегда готовность говорить нет, и даже, ну, и проявлять. И даже, мне кажется, иногда что-то такое больше, чем надо. Может быть. Это что, это какое-то у меня исцеление, или наоборот, в другую крайность? Ну, смотрите, в динамике полярности не рассматриваются. Это близко биосинтез. Хотя в динамике тоже есть полярности. Гипоатонус, гипоотклик, гиперотклик. Так ведь? Это как бы две полярности. Так вот, когда мы осваиваем какую-то одну полярность, когда мы говорим, я сам, я сам, это ребенок осваивает, ну, какой-то вот такой доступ силы, силы гиперстрофии, рапорной. Это полярность. А другая полярность, когда он вообще не может, он принимает все на себя. И, естественно, ну, вот если маятник взять, это уже из физики, колебание, равновесие, ну, если взять маятник, вот он в крайнем, в этой позиции, гипоотклик. Или одна полярность, когда я все принимаю, не могу сказать нет. Чтобы научиться этой полярности, ну, потом маятник качается сюда. И вот занимает эту крайнюю позицию, пока мы осваиваем какую-то функцию. А дальше он просто колебание затухает. Ну, он находит где-то свой баланс адекватный, когда я могу сказать нет. Но здесь еще очень важно и много соприкасается у ребенка с таким, как я уже говорила, достоинством. А имею я право на свое нет? И если я не присвоил себе право говорить нет, что это мое право, и никак не зависит от того, плохой ты, хороший, просто нет. Вот если я присвоил себе это право говорить нет, то я говорю это спокойно. А если я все еще не могу присвоить себе право, то мои мышцы как бы все время доказывают, что да нет, ну нет же. Они еще осваивают это. Путин говорит нет, получается. Да, вот в этом крайнем правом. Хотя потом научимся. Будем более спокойно. Потому что вот из такого хаотичного движения пока это стволовые клетки, и это рептилийный мозг. Потом ребенок учится управляться со своими эмоциями как-то. Это уже лимбическая система. А потом вступает в действие кора, наше осознанное движение. И вот тогда я осознанно могу в видеомоторной упражнении есть дозировать свою силу крепче, на 100% применить, или на 50%. Мы этому детей тоже обучаем. Это называется психомоторная коррекция у детей, а у взрослых это называется психотерапией. Можно оттолкнуть, и Александр мог меня оттолкнуть так, чтобы я улетела. Но это было бы неадекватное использование силы. Он пробовал, но пробовал всем телом. То есть эта мышца не совсем включалась, и нужно было включить, добавить силу всего тела. Ответили на вопрос. Я просто, вот я без рук, я вот не могу понять, где вот эти вот потенции, они управляются физическими упражнениями. Вот. Я просто, ну, я не могу сопоставить. Вот это мышца слабое. Возьми и подкачай. Слабая. Я просто не могу понять. Сумку. Вопросы, если я забрал. Ну, она будет накачана, но не наколдена, вот как вы говорили. Да? Хорошо. Вы приходите, это мысль, мышца слабая. Почему? Потому что у ребенка нет права просить и получать. Он приходит, и в физкультурном качается. Качается, качается, качается. Мне очень понравилось, как ирбольник, была какая-то передача из них, он говорит, чтобы сняться в каком-то фильме, я там столько лет качался, а потом у меня все это съехало за 10 дней. Три года качался, за 10 дней мышцы съехали. Почему? Потому что они были не наполнены энергией. Потому что мышца закачалась, но ребенок не может подойти и сказать, да, я хочу. И он будет знать, что он будет встречен. Или не встречен. Да, он может ее подкачать. Многие так делают. Сверху образуется вот такая мышечная броня, а внутри мышца... Да. Вы знаете, вот я уже говорила эту фразу, что в каждой мышце живет психологическое содержание. То есть период стресса, ему сказали, да пошел ты, и он обмяк. Он не будет настаивать на том, что я имею право просить и получать. Это он слабый духовно получает. Почему слабый духовно? Ну, он же этому научился в детстве. Слава. Да, вы правы. Наш ментальный план, наш ментальный центр может как-то нас координировать, иначе бы мы какие сопли тут хотели. Но чувства, которые он при этом испытывает, не позволят ему быть целостным, и не позволят ему быть в достоинстве. Вы видели человека, вот качок-качок, а потом ему что-то сказали, он сломался. Ну да, не тираней. Так и спортсмен любой может готовиться год к соревнованию, выйти и вот перегореть, не справиться психологически, и просто не показать себя вообще. Ну да, там много, ну вот не совсем так, но много похоже, что чувство достоинства, ну потому что он научился, что если он принесет, достигнет цели, принесет результат, его за это любят. А если он не достигнет цели, он не любит, он ломается. А что ни в чем нет? Можно тоже вопрос? Сейчас подождите. Значит, получается, что все идет изнутри, да? Вот работа с вот этими мышцами. То есть если снаружи человек накачается, то внутри у него ничего не произойдет, никаких изменений. Обратно ли работает это? А если, например, подождите. Ну, обратно. То есть если человек будет откачать мышцу, которая у него, например, детство там заблокирована, может ли у него и на психическом плане... Если у него достойный тренер, который его поддерживает, который даст ему импульс и поддержку, ну и как-то он возьмет это, сможет то, да... Мы же в жизни, поймите, ну мы... Психотерапия это не панацея. Очень много и у детей замещающих фигур. И какие-то премьеры мы себе берем из жизни, да? То есть через тело, как-то можно позже какие-то проработать? Нет. Можно, можно. А тогда вопрос может быть, он глупый, но я все равно его задам. Вот допустим, если ребенок придется в фонд-зал, вдвоем, два друга идут, и у одного, вот они, ну, они же качают ушки по 15 лет, и вот у одного прям такой, два месяца пошло, он прям такой, опа, а у второго, как бы, войдет другой, да? А это случай жизни, или просто отзываются? Ну откуда я знаю, я же не вижу этих ребят, я, психотерапия, это не то, что я угарываю, вижу и знаю, нет, я проверяю, а что со вторым происходит, почему он так не верит в себя? Для поток, нет, ты решишь, ужасная, тренировка, тип нервной системы, тип организации, генетика, мама с папой, может у другого там, у папы, я же не знаю, питание, не угадываю, на мой вопрос, а как мы можем помочь сярное тело, как в гимнастике, да, какие-то элементарные уступы, когда человек перенапрекся там, или расстроился, вот что именно мы можем, что мы можем сделать? Слышать, контактировать с телом, у нас же нету возможностей, контактировать с телом можно, когда мы доверяем себе. А как? Ну вот, нет, то есть, прислушиваяся, акция, ощущение, тут у меня запекло, тут у меня загорело, ну, да, я вас спрашивала сейчас, когда страх, что с вами происходит? Мы сжимаемся. Да. Часто вы наблюдаете за своим делом, когда вам страшно, там начальник говорит, что с вами происходит? Уже нет. Уже нет. Страшно. На мере. Да. Каждый момент, часто ли вы отдыхаете, когда действительно устали, позволяете себе? Или есть куча причин, почему я не могу сделать это сейчас? Да, наверное. А можно, комментарии? Сейчас можно я отвечу на вопрос? Быть в контакте с собой, это научиться знать, когда я действительно хочу спать, а не когда надо спать. После того, что прошел рабочий день, я вот вылезала выкать и уже просто падает. А хотите, я могу там в 9 часов. А мой биоритм, когда я ложусь там в 9, встаю в 4. Но я не позволяю себе лечь в 9. У меня семья, дети, внуки, там еще что-то. А едим мы как? Когда я хочу есть? Когда я могу? Или когда я хочу? А зачастую идет эмоция, пришел злой начальник, сволочь такая, надо что-то пожевать. Это хорошо, если челюстью поработаем, если зажмемся, пойдем по сходу, мыть. Это тоже хорошо, хоть какой-то выход. и потом ребенок идет, и я ему говорю, что-то посидит нехоро. Смотри, что-то. Ребенок при чем? Мне готовы, нет, излой на начале, на кончале, а ну да, я покусала вас. Понятно? А можно маленький, про страх говорили? У меня в теле сидит, у меня сейчас начальник, она очень такая, ух, она ругается на всех. Я повода не давала, ну как, она не кричит, но у меня страх появляется, когда понимаю, что она может среагировать. у меня вот эти все чувства возникают, как будто она за меня кричит. с тех еще. Давайте начнем. Ножки раскрутки. Ну, поставим ноги на стопу. скручиваем себя, прислушаем себя. А часто я ли, я сижу так, чтобы мои ноги стояли на земле? Я настаиваю вас на верху. Можно сесть ближе сюда, чтобы спина, спину, дать ей поддержку. и вот в этот момент, когда я сижу почти под 90 градусов, как мне дышать? дышит ли мой живот, посмотрите. на вдохе пусть он расслабляется, выпячивается, а на выдохе поджимается и отталкиваю к воздуху. В общем, воздух походит в живот, нужно положить руку. и вот это нормальное дыхание. бывает так, что нам хочется на выдохе выпить и дживу, а на вдохе продолжать. Это была так самая отдыха. На вдохе мы разрешаем чему-то заходить в нас, обогащать, наполнять, а на выдохе мы опять же все, что нам не нужно. есть еще медитация такая очень хорошая на заземление. Можно положить руку на живот на три пальца ниже губка и представить, что там или ощутить рука теплая, холодная, что под рукой, сжата и расслаблена. И вдохнув в ваш центр, на выдохе опуститься. Внимание по правой ноге до стопы, вот до такой точки. Не надо рукой, я вам показываю. Вы попробуйте внимание пройтись. На задержке перейти на левом и на вдохе внимания перейти в центр. Если трудно на одном вдохе и на выдохе, можно дышать и на выдохе начать движение по правой. Остановиться, подышать и снова на выдохе продолжить движение. до земли вниманием там задержаться дыхание. Задержать и на задержке дыхания на вдохе подняться вверх, подняться вверх в центр. То есть мы внимание рисуем в нашем теле треугольник, который в основании опирается на землю. Немножко подышать. И теперь перейти к грудной клетке, вторую руку положить на грудную клетку и ощутить что в грудную клетку. Что там под рукой давит, сжимает или свободно и легко. вверх, 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 И теперь взять руки за 4 пальчика, спокойно поставить на эти зубчатые мышцы, чтобы вверх показывать. Ровненько не вот так. Вот, чтобы они стояли ровно. Вот мышцы, посмотрите, вот зубчатые откуда начинаются. И на вдохе мы начинаем раздвигать, а на выдохе просто опускаем. старайтесь не напрягать шею, держать свободно голову. Как будто мы позволяем себе дышать. Дальше чуть-чуть по мышце проходим сюда. на вдохе мы раздвигаем, помогаем мышце вдохать, а на выдохе отпускаем. Вдох раздвигаем, а выдох отпускаем. и теперь вот крайнее положение этой мышцы. И снова вдох раздвигаем, выдох сликаем. кому неудобно станете стоя можно и сейчас понаблюдайте со своим вдохом как вам выдыхать. раздвигаем. Держи их подводим. Угу. Теперь перейдем к диафрагме. Попробуйте представить, что у вас диафрагма, вот эти вот ребрышки, которые у вас есть, как будто у вас ниточки там. и вы раздвигаете ваши ребрышки снизу. А вы не дотроните? Нет, на вдохе. На вдохе. Только не здесь, а нижняя ребра здесь. 10. Какие по счету? Какие по счету? Самое крайнее. Нижняя вы лёгкие. Как будто вы ребра раздвигаете, чтобы раздвинуть ваши лёгкие. Зачастую нижняя доля у нас не работает, как и верхняя доля. Верчешь от дыхания. Может положить и попробовать как при дыхании раздвигаются ли ребра. Просто руки положить. Хорошая прокачка. Если дышать, как дышишь, а двигать ребрами абсолютно независимо от этого. Прогромчить хорошо. Может быть. но здесь мы связываем дыхание как возможность что-то брать и возможность что-то давать. что зачастую если у нас есть проблема с брать, то наши лёгкие не будут. Так мы физически прокачиваем. здесь мы связываем. так и все. Хам, мой вас спасибо. Вот я допустим полностью когда делаю вдох я заметил, что я носом не могу до конца не в конце если я сейчас открою рот тогда уже полный вдох. на шоколаде равна иногда. А если тоже вдыхаешь и в моменте не хватает начинаешь зевать и через зеву ты вдыхаешь это туда же? Как будто не хватает и через зеву зеваешь прямо зеваете во что делаете когда зеваете? вдыхаешь да но это очень хорошее глубинное расслабление еще если сейчас дышали диапазм и при вентиляции легких может быть не форсируйте поменьше наша задача была не гипервентилировать а просто попробовать мышцы чуть-чуть менее интенсивно значит не привыкли столько брать ну пошли к эгофункции у нас я все не буду рассматривать их очень еще есть ну еще раз скажу целью терапии динамики должен помнить клиент что перейти от патологических зажатых жестких паттернов контролей капитуляции более гибким смягченным и перетекающим друг в друга способом взаимодействия с миром то есть если мы или такие или такие сдавшиеся то наша задача здесь хотя бы помочь поднять ручку а здесь чуть-чуть расслабить и расслабить и поднимаем и раз это уже будет хорошее функции эти понятия связаны с телом больше чем структуры характера например человек может говорить о себе обычно теле почвы под ногами в некоторых ситуациях и тогда что мы можем говорить какая у него непростроена не подъявлена эта функция заземления это первая функция их нет первая вторая третья то есть мы берем метафору приходит функция заземления и эта функция что она несет это связь с реальностью умение стоять и чувствовать ноги стоять на своих ногах то есть когда он не чувствует почву под ногами это значит что метафорически он сообщает я не чувствую своих ног я не могу на них опираться я думаю что вы еще услышите про этот термин во многих подходах но заземление в бодинамике это чувство опоры устойчивость в телесном и психологическом смысле способность твердо стоять на ногах я уже сказала способность быть в реальности и видеть эту реальность таковой как она является на самом деле не иллюзорно человек у которого не простроено заземление который прям телесно не ощущает своих ног у него что получается у него работает вот только эта часть то есть он в своих мыслях куда-то улетает у него сплошные образы и чувства а в реальности не умею зарабатывать нет своего жилья нет простроенных отношений но я в духовности я медитирую я куда-то улетаю потому что есть духовность а есть все это духовность и без заземления мы можем побежать куда-где проще потому что в мыслях мы уже короли в мыслях мы уже не знаем вот заземление имеет буквально значение это контакт с землей если в телесном смысле сейчас чувствуете ли вы свою штабу как вы на ней опираетесь если вы сидите так позволит ли это вам быстро встать в случае опасности я позволю максимально быстро меньше ну вот в момент опасности это доля секунды нет опасности нет взрывающихся но есть люди которые начинают я видела людей которые начинают вставать вот так они не чувствуют и потом стать или стать вот так вы все равно тратите усилия на раскрутку конечно я сейчас утрирую что вы показали вы часто спрашиваете а как научиться в контакте с телом если если я сижу замечаю ну потом когда вы сидите так что происходит еще помимо удобно потому что мы к этому привыкли и научить как уверенность закрыть чувство спокойствия достаточно точек опор таких у тела 4 маркера все тело больше ничего не понимает сжатие напряжение сжатие расслабление тяжело легко напряжено расслаблено все маркеры ну и температура еще вот в терминах тела расскажите что с вашим телом ваша но вы же сказали комфортно пишите мне комфорт у меня сроком комфортно в спине что с вашей спиной она напряжена или расслаблена 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 почему она расслаблена потому что опирается в бедро на мышечно ну крестец да и тогда у вас завернут в одну сторону вам комфортно когда крестец завернут в одну сторону то есть каким-то образом происходит скручивание ну это ваш комфорт а ваш комфорт какой я потом почувствовала все таки это напряжение мне кажется как привычка мне привычка так сидеть куда бы они пришла я так все просто напряжение чувствуешь вот здесь нижнюю часть но я не знаю у всех я просто показал не дайте это же логично потому что передал нелогично то что для вас труд к это привычно но вообще скрутка это для тела привычное состояние а значит если я заметил что я чё-то сижу так и что-то я долго так сидел и вышел и у меня что-то где-то там стрельнуло и напряглось я могу подумать что вот эта поза для меня неестественной и можно же занять какую-то другую вот это и есть с собой заземление понятно что когда мы с вами делали треугольник заземления мы простраивали эту ось а что еще вот когда мы сделали эту медитацию соматическую когда мы были в теле кто еще понаблюдал что с ним произошло что с чувствами вашего произошло то есть когда у нас есть заземление телесное нашим чувствам есть на что опираться на наше расстроенное тело и эту медитацию вы можете каждое утро делали сами а это еще скажите не связано с тем что фокус снимать внимание вы благодарим разместили именно вот на ту как проходит и все мысли дал которых есть на текущий момент у каждого свои которые заставляют именно испытывать тревогу что-то еще они ушли сейчас можно я отвечу знаете фразу где внимание там у меня в голове были а это тоже мысли это же тоже определенная чистоты и вдруг мое внимание переключилась на более там что-то земное осязаемое энергия отсюда через связь почему мы проложили руки ушла сюда спасибо хорошо просто новое действие но если мышцы здесь были напряжены это говорит о чем можем ли когда мышцы напряжены сделать вдох полной грудью или вдох будет более полный если мышцы расслаблены вот мы переводим напряжение в расслабление чтобы сделать возможность вдоха ну тогда сразу получается что сижу я здесь они на поле все еще где я мечтаю там я вообще-то здесь и и не зима и надо что-то делать шарулики как-то деньги заработал так следующая для функция это да что еще нужно сказать что это функция связана с балансом различать фантазии вот границы и это понятие есть во многих видах телесно ориентированной психотерапии заземление это тоже функция но в динамике границы связаны с установлением пределов в отношении с другими людьми пределы ограничения вот александр показывал что это моя зона комфорта мои границы но я могла бы поспорить что вот эта граница они у вас гораздо шире потому что именно диафрагма реагирует у нас на установление этих пределов и она связана в тот момент когда пробируются границы реакция идет диафрагма развивается поэтому мы можем с вами сейчас демонстрацию если только вопрос установление пределов комфорта и дальше комфорта в общении да с другими пределов и ограничений скажем так кто руки поднимал какие-то ухты александр возьмите веревочки обозначить и ваша ну понятно что вы знаете что у нас физические границы есть территориальные есть энергетические что правильно верить свои границы обычно в них прыгаешь можно и так и там есть мышцы включающиеся это то как вы александр ощущаете свои границы ну а теперь попробуйте вот сделать так руки вот так а теперь телесно попробуйте ощутить чувствуете ли вы границы своего и скажите вот я сейчас за вашу услышала я сейчас не буду заходить за за веревочку вы не обозначили ваша граница за эту границу я не буду заходить но вы отследите когда я буду подходить к вам остановите меня там где вам будет уже некомфортно готова я пошла вы видите я захожу на нашу границу и вы не можете остановить у меня вызов не интересно это же гнев это же агрессия поднимается и нарушила ваши границы вы чего не какая-то соревновательная началась такая не было страха но при этом было ощущение что у нас нас не боишься меня раньше вообще было наоборот вы видите вот этот заряд вызвал ответ на агрессию она не проявилась вы сдержали вы только смогли поднять руку то есть действие на агрессию открытую такую у вас хорошо что рука поднялась я пошла сжатия не было то есть просто пошел жар и какой-то интерес я исследую что будет дальше я пошла потому что на опасность вот тут могу вообще предположить с тем что вы своим до вдохом сказали вот такую агрессию резкую быстро вы просто не отслеживайте вы ее пропускаете она не вызывает у меня чувство знаете вот опасения а вот это вызывает на медленно потому что где у вас еще тело среагировало что произошло это вот да вот а теперь я пойду я делала так конечно а теперь я еще раз пойду жаба уже бы все я сразу раз ты и это паттерна нашего тела потому что чем обозначил границу они конечно чуть чуть поменьше но если человек обозначает большие границы о чем это можно сказать способ защиты мне надо вот это все контролировать ближе я не знаю как говорите давайте я просто предлагаю терапевт это кто он исследовать когда вы подошли вот сюда у меня у меня не возникло рефлекса подторгать но в животе среагировала такой вот чуть-чуть такое да то есть но вы видите что я не нарушила поэтому вот когда я стою с этой стороны но вы выше сейчас чем я и что когда я вышиваю я не знаю что вы это знаете это такая маленькая помощь сразу тех обращает внимание я меньше вас да есть повод для тревоги у нее есть тревога у нее начинает вот здесь дыхание затухать а у сердца затухло сильнее вот я о чем говорю а я вот прям так хочу а почему ты не хочешь подняться выше у тебя же есть возможность я наблюдаю это ж твой круг ходи мне туда выводим а я прямо с вещами не хочется делать а не здесь мы наравне и что? ну как-то спокойно у меня ну да у меня ощущение когда что-то мы наравне у меня хочется агрессивно реагировать ну агрессивно не если драться а как бы соединовать что такое он ну да 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 можно можно вот пытаться где-то как-то что-то что выравнивать сейчас я еще раз буду просто подходить послушать что своей диаптон amo это знаете это как подготовка дверник взросл ты же учти александра что ты стоишь в центре внимания на тебя столько я на меня для меня объект исследования я буду подходить почувствуй какие изменения конечно конечно я я нет внимания все хорошо конечно разворачивается реакция будь аккуратней к себе ножки возьми пальчиками внизу погреби что с твоими ножками а я не дышала когда внимание когда понятно ситуация мы все время замираем не что-то вы знаете это я не погружаться в эту дышать перестаньте все потому что дыхание обувление дыхания дает нам достану к чувствам и эмоциям силе я заметила прекращения дыхания там не дать задание вот в этот момент я так раз и похоже начинаю что делать и при этом чтобы не нарушать спасибо большое дарваю эту демонстрацию у нас есть еще четырнадцатого за ним спасибо я вам додам быстренько для функции февраля четырнадцатого шестнадцатого и семнадцатого года шестнадцатого и семнадцатого мы с вами поработаем на вопроса все спасибо Спасибо.